Давайте посмотрим, как сделать рельеф на спинке из проймы, предположим. У нас по построению идет прямая выточка из талии до ширины спинки. А если вам требуется рельеф из проймы, то его надо нарисовать. Делается это очень просто. Мы сначала вырисовываем рельеф, который идет ближе к середине спинки, к девятой вертикали. Рисуем мы его такой, какой вы видите по модели. Затем мы рисуем вторую сторону рельефа. И когда мы его вырисовываем, мы смотрим на расстояние на прямой выточке. То есть, если здесь, предположим, 5 мм, то должно быть примерно 5 мм и в наклоненном состоянии. Здесь сантиметр, предположим, здесь сантиметр. То есть, у нас ничего сильно не меняется. Была выточка прямая, стала с теми же размерами, но просто наклоненная в сторону проймы. Далее это еще не все. Мы измеряем правую сторону рельефа, измеряем левую сторону рельефа. И видим, что у нас левая сторона рельефа короче, чем правая. Поэтому ее надо уравнять в стороны. Уравнять. Если мы видим, что, предположим, короткий рельеф короче на 1 см, то мы его просто вытягиваем по ходу дела настолько, насколько он был короче. Предположим, если на 1 см рельеф был короче, тогда на 1 см вытягиваем. И рисуем. Сейчас немножко здесь подправлю. И рисуем. То есть, у нас теперь рельеф немножко выдвинулся за пройму. Теперь надо просто нарисовать красиво пройму, но уже с этим хвостиком. То есть, вот так. И получается, что у нас теперь и левая, и правая сторона рельефа одинаковой длины. Бачок отдельно, деталь спинки отдельно. Давайте, кто не понимает, я сотру части, которых не будет на выкройке. Вот этих частей уже на выкройке не будет. То есть, это у нас получается вот такое готовое лекало. Спинки с рельефом и с проймы.